Пап, у меня тут идейка возникла. Фу, и какая такая идейка у тебя возникла, рассказывай. Уже ж август, скоро в сад. Надо мне в канцелярии прикольно прикупить. Пошли сходим в магазин. О, так это... Фёдор, я кошелёк не брал, у меня денежки с собой даже нету. Не проблема, папа, я всё предусмотрел. Смотри, сколько у меня денег. Внимание! Опа! Ого! Ничего себе! Ну, если ты платишь, то пошли. Только смотри, денежку давай сначала в карманчик спрячем. Чтоб никто не забрал. И чтоб мы не потеряли её. Пошли, если ты платишь за всё. Ну всё, Фёдор Сергеевич, я привёл тебя в магазин, где, смотри, много всякой разной канцелярии. Давай, показывай, что ты хотел себе в сад купить. Так, 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 что же мне надо, что же мне надо. А вон там маленький такой набор фломастеров дешёвенький. Достань-ка мне его, пожалуйста. Вот этот вот дешёвый и маленький наборчик. Да, отличный набор для садика, то, что надо. Подожди, Фёдор Сергеевич, не спеши делать выбор. О, смотри, пусть он и подороже, но смотри, сколько здесь разных фломастеров и сколько цветов. Да это же вообще круто, давай, берём. Ну вот, суперский набор, а ты хотел маленький такой крошечный взять. Так, пока мы тут говори, что ещё тебе надо? Так, о, смотри, папа, вот такие краски мне нужны. Смотри, какие красивые. Один, два, три, четыре, пять, шесть цветов всего лишь, Фёдор Сергеевич. Да мне хватит, папа, нормальные краски. Хм, нет. Своему сыну я такой маленький набор не куплю. Да нормальный, папа, набор подойдёт мне. Не смеши меня, ты мой сын. И такой маленький набор красок я не буду тебе покупать. Ву, смотри, ты сосчитаешь вообще хоть сколько здесь цветов? Посмотри, какой огромный набор. Ничего себе, я такого большого набора красок никогда не видел. Пап, ты мне его купишь такой большой? Пф, ещё спрашиваешь? Конечно куплю, ведь ты же за всё платишь. Ну-ка, что ещё ты хочешь выбрать? Ну, пошли посмотрим, так сразу всё и не вспомнишь. А тебе, Фёдор Сергеевич, не говорили в садик пластилин покупать? Пластилин? Надо подумать, вроде говорили. Так, где тут пластилин? Ну так вон, выбирай. Угу. Вот, вот такой пластилин. Клади в корзинку. Хм, ты меня решил опять рассмешить. Не буду я такой пластилин класть в корзинку. Почему, папа? Мне же нужен пластилин. Да хотя бы потому, что это очень маленькая коробочка. Клади на место, а я сейчас тебе подберу другую. Вот, смотри, два больших набора по 18 цветов. Какой тебе больше нравится? Ух ты, какие огромные наборы, я даже не знал, что такие бывают. Вот этот вот, давай, вот этот, он ещё больше, самый большой из них. Хм, Фёдор Сергеевич, а я тебе по-другому скажу. Так как ты платишь, и я знаю, что он любит много лепить, давай его оба возьмём. Ничего себе. Спасибо, папа. Не за что, Фёдор Сергеевич. Ведь он всё равно за всё заплатит. Клей для аппликации тебе не нужен? Конечно нужен, спасибо, что напомнил. Вот такой вот малюсенький клей-карандаш, то, что надо. Хм, такой же маленький, как и Фёдор. Нет, Фёдор, смотри, что я увидел. Хо, смотри, какой огромный клей-карандаш. Давай лучше такое возьмём, и ты много аппликаций будешь делать. Хм, интересно. Ну давай, берём. Пошли, папа, дальше. А я ещё предложу пойти поискать теперь цветную бумагу. Ведь для аппликации она пригодится. Конечно. Так, а вот и бумага. Папа, вот, бери, пожалуйста. Хм, что-то её тут не сильно много. Да мне хватит, папа, мы мало клеим в саду. Хватит. Ну что ты мне будешь рассказывать? Мало мы клеим в саду. Как будто папа твой не ходил в садик. Я предлагаю взять несколько наборов цветной бумаги. И смотри, этот очень большой. Много всяких разных цветов. А тут очень красивые цвета. Вот, будет в самый раз. Ну ладно, давай, берём. Ну что, давай, вспоминай скорее ещё, что нам нужно. Ну, надо вспомнить ещё, что нужно. Так, что же, что же, что же. О, вспомнил. Альбом для рисования мне нужен. Вот, берём. Хм, не спеши, подожди. Не берём. Так, тут 12 листиков всего лишь. Фёдор Сергеевич, подожди. Смотри, какие есть. О, огромные альбомы для рисования. Смотри. И здесь аж 40 листов. Рисовать не перерисовать. 40 листов? А это много? Хм, и вправду. Что такое, ребята, 40 листов? Давай тогда возьмём два альбома. И у нас вместе выйдет 80 листов для рисования. Отлично, папа. Клади в корзинку. Папа, а что мы будем делать, когда закончатся листики все для рисования? Хм, а ведь ты прав. Они когда-то закончатся. А таскать много бумаги тяжело. Но у меня есть идея. Какая идея, папа? Ха, ведь есть такие специальные экраны, где можно рисовать, писать, а потом стирать и заново рисовать. Кажется, я понял, про что ты. Я где-то такой видел. Вот, вот такой экран. Ты про такой говорил? Ну, почти про такой. Просто этот какой-то маленький. На одну-две буквы. Так, клади этот на место. У меня есть идея получше. Не вздыхай. Давай лучше вот такой тебе купим. Смотри, какой он большой. Ого, вот это да, здорово. Мне нравится, берем. Папа, знаешь что? Мы еще в садике, когда гуляем на улице, у некоторых деток есть мелки, и они рисуют на асфальте. А у меня нету. Давай купим еще мелки маленькие. Вот такие, например. Смотри, какое маленькое, хорошенькое ведерко. Хм, мелки это круто. Я любил в детстве рисовать мелками на асфальте. Ну, знаешь, что я тебе скажу? Это же совсем маленькая ведерко. Давай уже лучше тогда возьмем вот такое побольше. И вообще, если честно, возьмем два. Потому что мелки быстро заканчиваются, да и сможешь с одногруппниками делиться. Здорово, у меня никогда не было столько мелков. Спасибо, папа. Давай, берем. Вот и отлично. Федор Сергеевич, а что тебе еще нужно такое важное? А то у меня уже корзинка полная. Папа, мне еще нужен маленький рюкзачок. Все это носить с собой. Вот чтобы это все носить, Федор Сергеевич, маленький рюкзачок никак не подойдет. Тут надо такой капитальный рюкзак. О, смотри, как тебе такой? Нравится, нет? Ух ты, крутяк. Очень нравится. Да, я о таком мечтал. Но думал в школу. А в садик, оказывается, такой можно. Ух ты. Ну пошли уже на кассу, идем. Ну все, я рад, что ты рад. Ух, как много мы купили. И вправду, пошли уже на кассу. Клево. Люблю делать покупки с Федором Сергеевичем, когда он за все сам платит. Это кайф. Слышишь, Федор Сергеевич, а у меня есть идея. Какая? Рассказывай. А давай с тобой будем покупать канцелярию. Например, я все синего цвета, а ты все красного цвета. Хм, прикольная идея. Давай. А потом посмотрим, у кого больше. Хорошо? И у кого коллекция будет красивее и лучше, ту мы и выберем. Круто, пошли. Так, давай по корзинке возьмем. Справишься? Конечно. Ну что, сынок, разделяемся по магазину и встречаемся около кассы минут через пять. Так мало всего пять минут на покупке? Ну ладно, согласен. Тогда не пять, а десять минут. Думаю, хватит. Все, я побежал. И я побежал. Так, чтобы выбрать такого, именно, именно синее мне надо. О, возьму-ка я баночку для водички, обмывать кисточки с синей крышечкой. Хм, о. Синие кисти. Клево. Так, красная, красная, красная канцелярия. О, кажется, нашел. Красная подставка для учебников. Побежал я дальше. Что же мне еще красная купить? О, красная сумка для обуви. Отлично, сменку буду таскать в сад. Берем. Пошел я дальше. Так, что еще купить? Синее. О, а ведь можно и тетрадь синюю купить. Хм, клево, подходит. О, а чего бы и нет, синий пенал. Подходит? Подходит. Этот вешаем обратно. Так, что у нас тут еще есть синего? Хм, какой клевый набор линеек. А самое главное, что они синие. Так, что мне еще надо купить из канцелярии? О, красная линейка. Смотрите, ребята, какая классная. Берем. И вот это какая-то интересная. Посмотрите, здесь буквы, как трафарет. Тоже берем. Супер. Так, что здесь еще? О, сколько красного. Это же пластилин. Коробка красная. Красная. Внутри красная тоже есть. Берем. Так, стаканчики для водички. Красная. Красная. Берем. Что еще нам надо? Такс, такс, такс. О, гуашь. Красная. Красная. Берем. Так, так. О, карандаши. Простые, но синего цвета снаружи. Прикольно. А рядом есть ручки. Клевого синего цвета. Как у меня коллекция из синего быстро растет. Добавлю-ка я еще в эту коллекцию вот такую синюю доску для лепки пластилином. Правда, тут палочки зелененькие. Но ничего страшного. Главное, что сама доска вся синяя. Ручка, ручка, ручка. Где же мне найти красную? О, надеюсь, она не красным пишет, а то красная мне вообще ни к чему. Ну ладно, дома проверю. Берем. Пойду карандаш искать. Еще бы мне карандаш, точилку, стерку. О, очень красивая точилка. Супер. Беру и карандаш. О, тут рядышком лежит. Класс. Берем. Так, у нас тут тоже много чего есть. Надо выбрать синего цвета, например. О, точилка. А ведь она синяя, подходит. Так. Вроде ластик с синим, но и с красным такой не подойдет. А вот такой? Ха, клево. В самый раз. Так, что-то красной стерки я не вижу. Ну ладно, буду без стерки. Так, клей. О, клея много. Нужен красный. С красным колпачком возьму. Чем не красный? Колпачок красный? Значит, красный. Берем. Так, еще тетрадок у меня нету. Пойду искать тетрадки. Так, тетрадки, тетрадки. О, альбом для рисования. Красный. Красный. Берем. Но тетрадка все равно нужна. Иду искать дальше. О, а вот и красная тетрадь. Замечательно. Смотрите, какая красивая. Берем. Так, ну что там, сколько времени осталось? Надо уже бежать. Пойду, пойду, пойду. О, пеналы. Пенала у меня еще нету. А какой тут красивый красный пенал. Отлично, беру его и побежал с папой встречаться. О, какой выбор клея. Хм. Ну, самый синий, наверное, будет вот этот. Хотя этикетка желтая. Федор Сергеевич возьмет и скажет, что не подходит. Ну, ничего, возьму, а там потом разберусь. О, а возьму-ка я еще синюю подставку для учебников. Смотрите, ребята, синяя ведь подходит. Осталось полминуты. Пойду встречаться с Федором там, где с ним договаривался. О, Федор, ну я тебя нашел. Я уже думал, ты забыл про меня. Время-то уже подошло. Надо сравнивать, что мы купили. Ничего я не забыл. Смотри, сколько я всего накупил. Пошли посчитаем, у кого больше. Ого. Ого, все красное. Ничего, у меня тоже все синее. Сейчас пойдем посчитаем. О, лавочка. Присаживайся. Опа. Так, ну что, показывай, что тут у тебя. Давай, папа, я тебе буду показывать, а ты считай. Стаканчик. Раз. Тетрадь. Красное. Два. Пенал. Хм, три. Альбом для рисования. Согласен. Красный. Четыре. Так, гуашь. Ну, с натяжкой. Ну ладно, пусть будет красное. Пять. Пластилин. Да, он хоть и разноцветный внутри, но упаковка красная. Шесть. Линейка с буквами. Ух ты, трафарет. Красный. Прикольный. Так, это сколько уже? Шесть. Семь, папа, семь. Семь. Линейка. Восемь. Мешок для обуви. Хе-хе, какой-то мишка. Девять. Подставка для книг. Десять. Точилка. Одиннадцать. Ручка. Двенадцать предметов уже, еще не все. Карандаш. Тринадцать. И клей. Не, Федор, клей тут только колпачок красный. Все, клей не считается. Ну, ладно. Хватит и тринадцати предметов. Ну, верно, я, ребята, проиграл. Ну, сейчас мы и мое туда посчитаем. Я тоже взял подставку для книжечки. Один. Набор линеек. Два. Три. Четыре. Нет, папа, это один набор, не надо тут прибавлять. Ну, ладно. Два. Тоже стаканчик для кисточек. Три. Кисточки. Четыре, пять, шесть. Четыре. Ну, ладно. Четыре. Карандаши. Пять. Ручки. Шесть. Пенал. Семь. Точилка. Восемь. Пластик. Девять. Дощечка для пластилина. Десять. Тетрадка. Одиннадцать. И клей двенадцать. Так, я бы клей тоже этот не считал. Тут больше желтого, чем синего. Так что давай клей минусуй. Мой минусовал и свой минусуй. Ну, значит, у меня одиннадцать предметов. Ну, слушай, Федор Сергеевич, получается, ты выиграл в этом челлендже? Да, ура, я победил. Красная канцелярия победила. Супер. Эх, ну, что поделаешь. Честно выиграл. Тогда я складываю твою красную канцелярию в корзинку и иду на кассу ее покупать. А ты синюю иди, пожалуйста, пока. Разложи на место, хорошо? Хорошо, договорились.